Добрый день! Добрый день! Скажите, а вам какой император больше симпатичен из тех, кого мы сегодня обсуждаем? Мне лично Александр Третий. Почему? Более сложная, более трагическая в чем-то фигура. Ему, как может быть, мало кому удалось консолидировать общество. А у него были какие-то верные союзники между внутренней страной? Очень мало. Скорее, приходилось полагаться на собственные силы. Сегодня мы поговорим об эпохе второй половины 19 века, во время которой царствовали два русских императора – Александр Второй и Александр Третий. Но для того, чтобы правильно понять их внутреннюю политику, для того, чтобы вообще, в принципе, точно представить себе тот контекст, в котором они царствовали, чтобы осознать ту проблематику, которую они были вынуждены решать во время эпохи своего правления, надо немножечко вернуться назад к событиям конца 18 века. В царствование Павла Первого, Павла Петровича, было принято законодательство, которое четко определяло отныне последовательность наследования русского престола. После всего того, что было в России после смерти Петра Алексеевича, после 1725 года, после эпохи дворцовых переворотов, Павел, который более чем на 30 лет был отставлен от престола, решил раз и навсегда узаконить этот механизм и четко определил, кто, в какой последовательности и как занимает русский престол. Но законодательство законодательством, а для того, чтобы наследование осуществлялось, должны быть люди, наследники. И, собственно говоря, вот здесь вот новая эпоха наступила не сразу. Павел довольно быстро ушел из жизни, как вы знаете. У Александра Первого своих детей не было, ну, точнее, не было наследников. И поэтому наследование осуществил его брат Николай Первый. После известных событий в декабре 1825 года все-таки наследование было тем не менее легитимным. На престол вступил законный наследник, брат Александра Первого, Николай Первый. И вот именно Николаю Первому удалось создать то, чего не удалось создать его старшему брату, а именно некую модель большой императорской семьи. И надо сказать, что и после Николая Первого Александр Второй, Александр Третий, Николай Второй точно так же воссоздавали эту модель. Что это значит? Это значит, что в семье много детей, обязательно много сыновей, много мальчиков. На всякий случай. Потому что, как вы понимаете, жизнь сложная, люди смертные, всякое может случиться. И очень важно, что если умирает наследник, есть следующий по старшинству брат, который занимает престол. То есть престол наследия обеспечивается бесперебойно. Престол наследия гарантированно. Это очень важно для сохранения преемственности власти. В 1855 году, после смерти Николая Первого, на престол вступил его старший сын, наследник, который с самого своего рождения был именно наследником, который именно сразу и рассматривался как преемник Николая Первого, Александр Николаевич, наследник цесаревич. Надо сказать, что в подготовке русских монархов была определенная разница. Значит, что я имею в виду? Наследники воспитывались и обучались по одной программе. То есть те дети, те сыновья, которые должны были занять престол. А младшие братья и тем более сестры воспитывались и обучались по более облегченной программе. Ну, несмотря на то, что это были императоры, все-таки они экономили средства. В том числе и на учителях, в том числе и на подготовке, в том числе и на путешествиях, и на поездках будущего государя. И надо сказать, что Александр Второй, будущий Александр Второй, Александр Николаевич, получил полноценную подготовку именно как будущий император. И поэтому, когда он после смерти отца вступил на престол, в принципе, он был ко многому готов к выполнению тех обязанностей, тех функций, которые ложились на плечи русского самодержца. Естественно, процесс освобождения крестьян, а крестьянская реформа является главной реформой Александра Второго, начался еще за много десятилетий до 1861 года. И в частности, в правлении Николая Первого было достигнуто освобождение государственных крестьян. Ну, а его сыну предстояло выполнить еще более сложную задачу – освободить крестьян помещичьих, освободить крестьян владельческих, то есть тех, которые принадлежали конкретным людям, дворянам. Задача непростая. И понятно, что дворяне не были готовы вот так вот в одночасье взять и распрощаться со своими крепостными. Но, тем не менее, как вы знаете, Александру Второму удалось за довольно короткий срок осуществить несколько важнейших реформ. Крестьянская реформа, земская реформа, судебная реформа, потом была военная реформа. Собственно говоря, очень многие преобразования выпадают на это двадцатилетие, ну, на 20 с лишним лет, в течение которых царствовал Александр Второй. И, конечно, Россия одна вступила в 1855 год в одном виде, в одном обличье. И на момент гибели Александра Второго на 1881 год она стала уже совершенно другой страной. Но вот именно при Александре Втором произошел определенный сбой в главном механизме существования самодержавной власти. Я имею в виду механизме наследования престола. Дело в том, что старший сын Александра Второго, Николай Александрович, скончался в 1865 году от менингита. Довольно быстро заболел, скончался. Болезнь на тот момент неизлечимая. И император лишился своего наследника. Наследника, который воспитывался именно как будущий император. Его следующий по старшеству брат Александр, будущий Александр Третий, на тот момент ему было 20 лет. Он 20 лет жизни воспитывался просто как великий князь. Ну, человек, которому предстоит заниматься какими-то обязанностями, выполнять функции. Ну, прежде всего, конечно, военного командира. Может быть, еще какие-то задания. Но никоим образом не императора. И вот это очень важно. Это очень важно понимать, что Александр Третий только уже в предельно взрослом возрасте, а 20 лет в 19 веке, это взрослый человек, только в 20 лет он понял, что ему предстоит царствовать. Только в 20 лет он стал готовиться к этой непростой миссии. Да, у него было 16 лет. За эти 16 лет он, что называется, получил определенную квалификацию, научился общаться с чиновниками, научился принимать решения. Во время Турецкой войны у него был даже определенный боевой опыт командования войсками. И у Александра Третьего, будущего Александра Третьего, это получилось. Но когда уже Александр Третий сам стал царствовать, вот он допустил непростительную ошибку в отношении своего старшего сына, будущего императора Николая Второго. Что я имею в виду? Он, в принципе, не торопился его вводить в курс государственных дел. Рассуждал таким образом. Ну и что с того? Ну, в конце концов, я в 20 лет узнал, что мне придется царствовать. И научился, ничего страшного, как бы явочным путем понял, как что надо делать. Ну и наступит время, там, через 20-30 лет, может быть, через 40 лет, ну, может, даже и раньше, но не важно. Но Николай войдет постепенно в курс дела и научится. Научится вот этому царскому искусству. Но это была фатальная ошибка Александра Третьего. Когда в 1994 году он буквально за несколько месяцев в результате тяжелой болезни, в результате болезни почек, оказался не способен управлять, а потом скончался в октябре 1994 года в Ливадии, в своей крымской резиденции, его сын и наследник, и цесаревич Николай, был просто не готов к тому, чтобы вот так вот одномоментно, быстро, скоро воспринять на себя царские функции. Вы только представьте себе, что впервые он доклад этой министерстве прочитал в январе 1994 года, то есть за 10 месяцев до того, как вступит на престол. В январе 1994 года Александр тяжело заболел простудой, у него была высокая температура, а дела накапливались, бумаги шли, и дядя решили разрешить будущему императору, наследнику цесаревичу, все-таки прочитать министерские доклады. Вот это тот фон, который надо постоянно иметь в виду, чтобы понимать, в каком пространстве принятия решений находится император, как он формулирует эти решения, от чего эти решения зависят. И вот важно понимать то, что значительную роль в формировании именно профессиональных, если так можно выразиться, навыков будущего государя, играет его подготовка. Тот практический опыт, который он получает еще до того, как вступает на престол. Что еще важно сказать? У Александра Третьего, у будущего Александра Третьего, не просто складывалась жизнь после 1965 года. Ну, во-первых, посудите сами. Он не просто получил от своего старшего брата в наследство статус цесаревича-наследника, он получил и невесту. Это трудно себе представить, как может такое быть, но династические законы очень суровые и жесткие. Большая европейская политика не считается с какими-то личными интересами. Если было решено, что датская принцесса будет будущей русской императрицей, значит, это решение должно было быть реализовано. Не получилось со старшим братом, невеста идет к младшему брату. И брак был заключен, но по счастью, по счастью, этот брак оказался счастливым. В нем родилось много детей, и вообще отношения Александра и принцессы Дагмары, которая в православии стала называться Марии Федоровной, отношения были исключительно теплые, крепкие. Семья была очень крепкой, дружной. В отличие, конечно, от семьи Александра II, у которого были непростые отношения и с императрицей Марией Александровной, у которого была еще вторая семья, подспудно, рядом, параллельно. И надо сказать, что Александр III, конечно же, вступив в статус наследника, он испытывал к себе очень сложные отношения. Но, во-первых, императорская семья далеко не вся была готова согласиться с тем, что младший брат будет будущим государем. У Александра III будущего были непростые отношения с матерью Марией Александровной, которая, вероятно, так и не смирилась с потерей старшего сына, в которого вложилась полностью, которого видела будущим государем. Ну и, наконец, вторая семья Александра II. Представьте себе ситуацию. Умирает Мария Александровна в 1980 году, и Александр II, даже не выдержав положенного траура, заключает брак с Екатериной Долгорукой. Вообще, в практике дома Романовых это был небывалый случай. Потому что, ну что такое императрица, это понятно. Ну что такое жена императора и не императрица? Подданные не могли это понять. Конечно, все это бурно обсуждалось. Легитимность Александра II получила очень тяжелый удар из-за этого брака. Но, более того, пошли слухи по поводу того, а кто же будет наследником теперь, в этой ситуации. Потому что у Александра II к тому времени уже были дети от Екатерины, был сын Георгий. И, конечно, в элите, в обществе поползли слухи, что, может быть, повторится ситуация 18 века, там, Петровских времен, 1725 года, когда наследование было вообще никак не упорядочено. В этом и кроется определенная загадка того нового стиля, той новой манеры поведения, которую стал отрабатывать Александр III, когда вступил на престол. И потом продолжил его сын Николай II. Что это за манера, я имею в виду? Ну, вообще, в исторической науке говорится о том, что якобы после 1981 года Александр III совершил так называемый культурный разворот к допетровской России. То есть от образности вестернизированной, западной, той самой образности власти, которая была в Российской империи, начиная с начала 18 века, с петровских преобразований, вот Александр III стал возвращаться как бы к образам московской Руси, до Петровского царствования. И Николай II продолжил этот тренд. Но что это на самом деле было? Как на самом деле следует понимать этот русский стиль и в чем он выражался? Почему это вдруг государь стал предпочитать русскую архитектуру, русский стиль в одежде, одевался несколько иначе, чем его отец Александр II? Ну и вообще в повседневной жизни и в праздничной жизни императорского двора стали действительно появляться какие-то черты допетровской Руси. Ну а при Николае II вообще, как мы знаем, были известны балы, костюмированные в духе царя Алексея Михайловича. На самом деле это объясняется следующим образом. Александр III, который действительно натерпелся за 16 лет жизни наследником, он отныне понял, что частная жизнь императора, его семейная жизнь должна быть плотно закрыта от всех посторонних, от всех подданных, от всего ближайшего окружения. И поэтому вот этот вот культурный разворот к допетровской Руси имел под собой не просто некое культурное, социокультурное обрамление так называемых контрреформ, ну о них я еще скажу отдельно, а имел под собой в том числе и создание некоего нового образа, некоего нового имиджа императорской власти. Ну и Николай II, который во всем, абсолютно во всем копировал своего отца, для него отец был авторитетом в любом решении, он просто повторил эту традицию и в том же самом духе царствовал. Прочные семейные узы, закрытая семейная жизнь, четкое отделение публичного пространства от частного пространства и прежней открытости, которая была присуща тому же, например, Александру II, двору Александра II, тому же демонстративному поведению, ну в том числе там, может быть, не всегда приглядному, вот это было совершенно нетипично ни для Александра III, ни для Николая II. Ну а теперь давайте вернемся, собственно, к государственной политике, к реформам. В школьных учебниках эпоха Александра II и Александра III в основном преподносится как эпоха реформ и контрреформ. Ну, с одной стороны, реформа, преобразование, а с другой стороны, после 1981 года, откат от этих преобразований. Ну давайте посмотрим несколько шире и под несколько другим углом зрения. Для того, чтобы любые управленческие решения принимались, должен быть четкий, слаженный управленческий механизм, должен быть управленческий аппарат. Собственно говоря, правительство в прямом смысле этого слова. Но правительства в России не было, его не было вплоть до начала XX века. Что я имею в виду под правительством? Это собрание министров, которое возглавляет премьер-министр, председатель Совета Министров, первый министр. Дело в том, что императоры категорически не хотели создавать эту должность, потому что, естественно, этот премьер-министр невольно перетягивал бы на себя часть монарших полномочий. И поэтому решения принимались по-прежнему, по старинке, по министерскому докладу императору. Вот приходит один министр, докладывает, император слушает, принимает решение. Приходит другой министр, докладывает, император слушает, принимает решение. Ну, во-первых, жизнь становилась все более и более сложной, Россия развивалась, шла индустриализация. И поэтому, естественно, многие решения требовали именно межведомственного подхода. консультаций сразу нескольких министров, а императоры этого не хотели. Как сказал по этому поводу Александр II, нам еще не хватало наших доморощенных бисмарков. Опыт железного канцлера, который только-только воссоздал Германию, практически собрал Германию, Германскую империю из-за этого множества разрозненных германских княжеств, конечно, был очень показательным в этом отношении. И Александр II вполне закономерно опасался, что вот такой свой доморощенный бисмарк может стать гораздо более влиятельным и популярным, нежели он сам. Понятно, что от императора не требовалось быть компетентным абсолютно во всем, но император, как управленец, должен был просто ставить нужных людей на нужные должности, уметь слушать и принимать решения по их докладам. В принципе, императоры с этим справлялись, в принципе, они умели читать доклады и верно находить те решения, которые надо было по этим докладам принимать. Но все-таки предел, планка компетентности императора была. Повторю, что жизнь становилась все более и более сложной. Она требовала все более и более компетентного и серьезного подхода даже для малозначимых решений. И, конечно, такой компетентности у императора не было. А собирать министров, выказывать свою некомпетентность в присутствии нескольких лиц они не хотели. И именно поэтому в Российской империи существовал некий эрзац-кабинет, ну, некий эквивалент правительства, так называемый комитет министров. Это не правительство в нашем понимании этого слова, потому что комитет министров – это просто собрание министров. Председатель комитета министров – это просто чиновник, назначенный императором, быть, ну, своего рода распорядителем министерской деятельности и не более того. И при Александре II происходит очень важная реформа, именно управленческая. Помимо комитета министров в России был Государственный совет. Он был создан еще в 1810 году императором Александром I. Да, этот Государственный совет не был парламентом в прямом смысле этого слова, но, тем не менее, неким очень аккуратным подобием представительства Государственный совет можно считать. Ну, понятно, что этот орган не выбранный, а назначаемый, но, тем не менее, сановники собирались в Госсовете и давали государю некие рекомендации. Так вот, до примерно середины 60-х годов должности председателя комитета министров и председателя Государственного совета соединялись в одном лице. А вот с определенного момента Александр II разделил эти должности. Госсовет остался в ведении родственников. Сначала Константина Николаевича, его брата, ну, а потом, значит, Михаил Николаевич, другой великий князь. И так было вплоть до событий кризиса 905-906 годов, политического кризиса. А вот комитет министров Атыни стали возглавлять именно назначенные чиновники. И вот это разделение, эта реформа очень значима для понимания, в принципе, мировоззрения Александра II, той логики, в которой он царствовал. Посмотрите, он, император, не опасался потенциально конституционалистского влияния со стороны Государственного совета. Хотя Госсовет был именно той структурой, в которой, по идее, вот эти вот идеи конституционализма могли зарождаться, могли как-то набирать силу. Но, тем не менее, все-таки Госсовет был известной, понятной, управляемой структурой. На него можно было поставить брата, который будет все держать под контролем. А другое дело комитет министров. Все-таки чиновники – это люди непонятные, неизвестные. Далеко не всех императора хорошо знали до назначения на их министерстве и должности. И поэтому важно было понизить статус этого органа, сделать так, чтобы его возглавляло тоже назначаемое императором лицо, и не более того. И в этом смысле, конечно, Государя не подвело чутье, потому что к этому времени именно высшая бюрократия становится той средой, где начинает постепенно, плавно, незаметно возревать идеология конституционализма. Понятно, что все эти чиновники, все эти министры были абсолютно лояльными самодержествами, они были абсолютно верноподданными лицами. Но, как они рассуждали? Ну, понятно, что не сейчас, да, понятно, что там не через 10 лет, не через 15, ну, может быть, через 20, может быть, через 40, может быть, через 50, через 70, но все равно неизбежно, неизбежно в России будет конституция. Понимаете, довольно сложный лоялизм получается. С одной стороны, они лояльны конкретному государю самодержавному, но, с другой стороны, они не верят в то, что подобная власть будет транслирована далее века и до Второго пришествия. Они в это не верили. Именно эта среда, бюрократическая среда, становится той средой, где начинает возревать оппозиционная идеология. Но пока что до этого далеко. Александр Третий в этом смысле является абсолютно продолжателем дела своего отца. И Александр Второй и Александр Третий следили за тем, чтобы никоим образом не допустить усиление вот этой вот исполнительной власти, в которой они и видели своего главного конкурента. Не в собрании сановников Госсовета, а именно среди управленцев, среди профессионалов. Потому что осознавали то, что сами они, как профессионалы, ну, далеко уже не во всех вопросах могут разбираться и принимать адекватные, верные своевременные решения. Теперь о контрреформах. Все-таки правильнее говорить не о контрреформах, то есть о каких-то действиях, направленных в пику реформ Александра Второго, а о периоде консервативной стабилизации, о периоде, когда все те изменения, которые произошли в 60-е и 70-е годы, должны были, во-первых, выровняться, а потом продолжить движение в том же самом направлении, ну, примерно в некой синхронности, в согласованности друг с другом. А для этого, конечно, требовалось усилить государственный контроль за земством, прежде всего, которая очень не хотела заниматься местными нуждами, а очень хотела заниматься политикой. Вот для этого требовалось усилить контроль государства за земством. В этом и заключалась суть земской контрреформы, которая была принята Александром Третьим. Вот, собственно говоря, и все контрреформы. Надзор – да, усиление цензуры – да, но это было и понятно в ситуации, когда император посреди Белого дня был убит в Петербурге, в центре Петербурга 1 марта 1981 года. Естественно, требовалась, во-первых, радикальная борьба с крамолой, с террористами, ну а потом, естественно, требовалось существенно изменить ту общественную атмосферу, которая вообще создала возможной само такое покушение. Ну и потом надо понимать еще какой факт. Ведь впервые, впервые в русской истории буквально с 1606 года публично был убит монарх. Понятно, что были убийства там Павла, Петра Третьего, все это было, но это были убийства не публичные, не публичные. А тут публичные убийства, которые, собственно говоря, о котором и все знали, что это было убийство. Поэтому, конечно, общество испытало шок. И вот эти вот настроения, эти симпатии, которые однозначно были в обществе в отношении революционеров, они, конечно, моментально исчезли. И, безусловно, Александр Третий воспользовался этой ситуацией для наведения порядка, для некоего такого вот подмораживания ситуации с общественным мнением. В той ситуации, наверное, это было оправдано. Но если мы зададимся вопросом, а вообще реформы и консервативная стабилизация, они как-то могли решить проблему выживания российской монархии, российского самодержавия в дальнейшем? Иначе говоря, была ли обречена российская монархия, российское самодержавие? Конечно, здесь надо признать, что она была однозначно обречена. И какие бы реформы не предпринимались, все равно они только лишь отсрочивали ее гибель именно как самодержавные монархии. А как конституционная монархия, она в принципе не могла существовать, потому что, во-первых, для конституционной монархии требуется всегда гражданское общество, которого в Российской империи не было. А во-вторых, в России не было опыта конституционно-монархического правления. То есть пришлось бы воссоздавать все на пустом месте, делать все с чистого листа, что в 20 веке уже просто нереально, невозможно. Ну и, наконец, главное. Те преобразования, которые были запущены при Александре II, несмотря ни на что были продолжены при Александре III и Николае II, они просто создали новую Россию, новую страну, новое общество, новую элиту, которая, в принципе, не хотела оставаться в рамках образности самодержавной государственности, в рамках вообще государственности, управляемой монархом абсолютным, абсолютным суверенным как таковым. Эта общественность хотела какой-то другой формы, больше демократии, больше участия в представительных органах власти, хотела влиять на политический процесс. Ну и, собственно говоря, да, может быть, запас прочности и был там еще на 5, 10, 15 лет. Может быть, если бы не было Первой мировой войны, империя посуществовала бы и подольше. Самодержавная империя. Но, в принципе, ее ресурс, ее ресурс как властной модели уже близился к завершению. То есть хватило этой модели 200 с небольшим лет, если мы берем Петровскую модель, Петровскую имперскую модель, созданную в 1721 году по итогам Северной войны. Вот ее хватило примерно на 200 лет, как эффективного государственного механизма. Ну, а если подвести итог внутренней политики Александра II, Александра III, сделать вывод о том, что было общего, что было особенного, здесь следует сказать, что, в принципе, общего было намного больше, чем особенного. И оба этих монарха, в принципе, проводили одну и ту же политическую линию, направленную на изменение страны, направленную на модернизацию страны. И то, что Россия вошла в 20-й век вполне конкурентоспособной в военно-техническом отношении с ведущими мировыми державами, с Германией, с Англией, ну, с Францией, естественно, в чем-то даже с Соединенными Штатами по определенным параметрам, то это как раз свидетельствует о том, что тот курс на развитие, который был принят в конце 50-х годов, в начале царствования Александра II, и те результаты, которые дал этот курс, они были единственно возможными и оправданными в той ситуации. Страна, как крупнейший мировой субъект политики, была жизнеспособной и дееспособной. Но другое дело, что внутренней прочности в ней к этому времени уже и не было. И поэтому не секрет, что Россия проиграла Первую мировую войну не на поле боя, а именно у себя в тылу прежде всего. И в этом тоже определенный итог, определенный результат царствований Александра II и Александра III. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Читайте побольше исторических книг, не ограничивайтесь только учебниками. Надо знать нашу историю для того, чтобы понимать настоящее время. Спасибо. 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 Спасибо.